Я музыка стихи и есть еще и рисунки в этой книжке. Да, это Андрей Вадимович Макареевич образил. Да, художник с большим опытом и стажем. Он много раз мне оформлял самые разные вещи. Альбомы ведь тоже какие-то оформляют. Альбом он оформлял, экспедиция, и он оформлял мою последнюю двойную вот эту вот компакт-дисную пластинку с концертами с Крокус Сити Холла. То есть он действительно реально очень помогает. Здорово здесь Горградский схвачен. Ну он придумал очень классно. Вот эти очки, которые... Это он придумал очень классно. Кстати, не в этот раз. Он придумал намного раньше. Но вот эти рисунки специально под... Специально. Я когда ему позвонил, попросил это сделать, он попросил прислать стихи и спросил, что ты хочешь, как это должно быть. Я говорю, ну вот ты помнишь, что ты делал такие шаржи на меня? Вот что-то вроде таких вот маленьких, небольших художественных образов очень скупыми средствами. Вот посмотри, что ты можешь сделать. Ну я подумаю. Через три дня он уже все сделал. Мне, конечно, очень нравится, что вы с Андреем Вадимовичем... Вот никогда не поете дифирамбы друг другу, но когда я слышу, когда он говорит про тебя, ну в каких-то фильмах, а ты про него, что вот реально вы друг друга, ну, наверное, любите, да? Вот просто вот и цените, как люди. Ну конечно, сколько лет. С 70-го года. Это не показатель. 45 лет. Некоторые люди 40 лет и воюют друг друг другу. Это да, нам не довелось. Вам нечего делиться. Нет, я бы не сказал, что у нас с ним простые отношения, но они, как сказать, очень уважительные в том, что касается музыки и стихов. С кем у тебя простые отношения, как ты считаешь? С тобой. Я тебя почти не вижу. Хорошо. Ну ты просто так получилась. Ну да, что не музыкант. Часть моей жизни, слава богу, но ты не музыкант. Счастье, да. Это хорошо. Иначе я бы не простый. Наслушался бы тогда, да. Не простый. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Добрый день, друзья. Вот этот фрагмент сейчас наверняка получит какие-нибудь гневные комментарии в отношении Андрея Владимировича Макаревича. А ведь на самом деле Макаревич поддерживал и сейчас поддерживает в общем-то нормальные какие-то отношения с политическими, скажем так, оппонентами. Они с Александром Борисовичем Градским во многом не сходились. Ну, что касается политики. Тем не менее, как вот было сказано здесь в этой беседе, любили друг друга и ладили. Как-то находили в общем-то компромисс. И до сих пор Макаревич поддерживает отношения, насколько я знаю, с Юрием Борзовым, своим одноклассником и сооснователем группы «Машины времени», первым барабанщиком команды, школьничьим. А ведь Борзов, он путинист, батник, человек, который я помню, когда привел его к Александру Лепницкому, добыть земля ему пуху, для записи интервью, ну, к его квартиру. Так, Рокотусовский очень хорошо известный на Майкопке. Там в какой-то момент просто Борзов сказал, что для него Путин это император. И, в общем, достаточно четко обозначил свою позицию. Так вот, Андрей Вадимович находит возможность помогать своему однокласснику. Они дружат, хотя находятся, конечно, по разные стороны баррикады. Поэтому мне кажется, что, может быть, не надо переходить на какие-то оскорбления, а пытаться как-то полемизировать, в том числе и с Макаревичем. Он человек, который, может быть, не те книги читал. Какие книги он, конечно, читал. Может быть, он просто не совсем точно представляет в себе геополитический расклад. Я вот, если будет, конечно, такая возможность, я сомневаюсь, очень посоветую ему, и вам всем советую, посмотреть фильм. Краткое подсобие по тому, как устроен мир. Вот, если вдумчиво просмотреть, лучше пару раз, можно найти на просторах ютуба этот фильм, то многие вопросы будут сняты. В том числе, мне кажется, даже у Макаревича. А Градский, к сожалению, этот фильм не посмотрел. Ну, ему не надо было. Он и так был, в общем-то, человек мудрый.